Раймбек Матраимов 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 Нурхонов Фархот признал вину только по статье 316 Уголовного кодекса Таджикистана Почему? Потому что на улице Шамси, когда он нашел 212 граммов гашиша, по закону должен был составить протокол на месте обнаружения. Из-за отсутствия возможности сделать это в условиях строящегося дома протокол был составлен в отделении. В сентябре и октябре этого года сразу несколько граждан Таджикистана, которые обвиняют влиятельного милиционера в пытках и других правонарушениях, рассказали журналистам о том, как стали его жертвами. Все они незнакомые друг с другом люди, которые пересекались со следователем в разные годы. Рассказы у всех очень схожие. Всего, по их словам, Нурхонова и его подчиненных обвиняют в пытках 17 человек. Почему-то адвокат Абдухамидов несколько раз уклонился от ответа на вопрос о количестве предполагаемых жертв. Нет, если мы в общем будем говорить о процессе, то он идет по 14 уголовным статьям. Свидетельские обвинения достаточно серьезные. Майрам Судикова в нюансах описывает свою встречу с Нурхоновым. В ту ночь, когда нас задержали, меня пытали электрическим током и били. Я сказала, что ничего не знаю. Старший сказал сотрудникам, чтобы они мной воспользовались. Не поняла тогда, что это значит. Прижали к стене меня и запугивали. Но я все равно говорила, что ничего не знаю. Сейчас адвокат сам захотел общения. Возможно, это связано с тем, что во вторник состоится последнее слушание по делу милиционеров. И это отчаянная попытка повлиять на суд через общественное мнение. У каждого адвоката есть своя стратегия, своя линия защиты, которую он строит. И возбуждение общественного резонанса, привлечение общественного внимания, это является одной из стратегий адвокатов, которую он использует. Но я не думаю, насколько это эффективно. Пытки – обычное явление в следственных органах Таджикистана, уверены правозащитники. За помощью обращаются единицы. Таджикистанцы не верят в правосудие, ведь правоохранительные органы и судебная система тесно связаны, считают юристы. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Принудительное лечение будет продолжено. Харызмский областной суд по гражданским делам отказался отменить предыдущее свое решение о помещении блогера на фасад Алла Шукурова в психоневрологический диспансер. Освобождение активистки добивался ее адвокат Умид Довлатов. Юрий сообщил, что заседание суда было выездным. Ходатайство защиты рассмотрели в здании Харызмского областного психдиспансера. В интервью радио «Озодлик» адвокат рассказал, что Алла Шукурова выглядела хорошо и ответила на все вопросы судьи. Однако суд сослался на повторное заключение медицинской комиссии и принял решение оставить ее в клинике на неопределенный срок. Блогер решением суда недовольна и намерен обратиться в Верховный суд. Адвокат Умид Довлатов также рассказал, что мать блогера впервые с начала лечения смогла увидеть дочь родителя Алла Шукурова и сейчас присматриваясь за двумя трехлетними детьми дочери. Они утверждают, что на фасад никогда не страдала психическими расстройствами. Я напомню, на фасад Алла Шукурова задержали и приговорили к 10-дневному административному аресту. В Хорезме 23 сентября ее задержали во время пешего хода в Ташкент против произвола милиции. Его организовал местный журналист Махмуд Раджап и его родные. Алла Шукурова ввела онлайн-трансляцию той акции в Фейсбуке. Перекрывают трассы и сжигают покрышки. Сразу в двух регионах Узбекистана недовольные устроили акции протеста. Население возмущено отсутствием подачи природного газа. В западной части страны, в Нукусе, жители перекрыли трассу, а в Сардаринском районе, это уже центральная часть страны, водители устали от дефицита метанового газа. В Нукусе примерно 70 жителей села Шортамбай перекрыли трассу и начали сжигать автопокрышки. Видео, произошедшее опубликовано в соцсетях. Радио «Зодлик» сообщает, что к митингующим пришел глава района вместе с прокурором. Чиновники объяснили, что подача природного газа прекращена из-за ветхих труб. Якобы они не способны выдерживать высокое давление. Протестующим сразу доставили более 100 тонн угля, передали каждой семье по два газовых баллона, а также по 10 тележек дров. После этого протестующие разошлись по домам. В Сардаринской области недовольные из-за дефицита метанового газа люди перекрыли республиканскую трассу. Местные водители сутками ждут своей очереди на заправках. Очевидцы выкладывают в интернет-видео многокилометровых очередей. На одной из заправок примерно полсотни водителей в знак протеста перегородили республиканскую трассу Гулистан-Ташкент. На кадрах видно, как люди сидят на скамейках посреди дороги. По данным радио «Зодлик», трасса оставалась перекрыта в течение двух часов. На место прибыли милиционеры. По словам очевидцев, силовики силой разогнали участников акции протеста. В администрации Сардаринского района корреспонденту «Озодлик» сообщили, что перебои в обеспечении металловым газом АЗС вызваны техническими проблемами. Там якобы сломался компрессор. Тем временем многокилометровые очереди у заправок образовались теперь уже в восточной части Узбекистана, а в поселке Дангара в Ферганской области. Десятки водителей часами ждут своей очереди на заправку. А жители поселка в пригороде Ташкента жалуются на чрезмерно низкое давление газа. Даже воду вскипятить невозможно, говорят они. Отчаявшиеся записывают видеообращение к руководству страны. Вы посмотрите, вот это газ. Я его до конца отключила. И как вы думаете, можно ли этим обогреваться? И это продолжается на протяжении двух-трех лет. Мои обращения и обращения моих соседей и жителей Икаты ничего нам не дают, никакого результата. Батареи вот на улице 8 градусов минус, вот ледяные. Пусть попробуют в таких условиях сами пожить. Пусть попробуют утром ставить за час чайник, чтобы он закипел, чтобы детей отправить в школу. Пусть попробуют поспать в холодной постели и жить в холодном доме. По мнению экономиста Сапарбая Жубаева, обострение газового кризиса связано с возросшим его потреблением из-за наступивших холодов. Первая причина, когда зайдешь в Узбекистан, через Черняк, то есть сразу говорят, мы экспортируем газ в Китай, огромное количество. Трубу проложили через Казахстан, через Туркместан, через Узбекистан. И контракты уже подписаны, потому что эти трубы построили китайцы на огромные деньги. Эти деньги нужно вернуть. А чем вернем? Газом вернем. Они сказали, вы будете давать газ, тот кредит, который вам давал, буду подписать. Вот этот объем газа, который остается для Узбекистана, сегодняшние потребности не удовлетворяет. Поэтому и как холода идут, люди стараются побольше на газе согреваться. Там, ну, естественно, потребность увеличивается, да? И поэтому газа ежегодно не хватает. Все. Смотрите далее в нашей программе. В воскресенье Казахстан отметит день первого президента. А пока в школах проводятся классные часы. Ученики рассказывают у доски биографию членов семьи Назарбаева. Ее называют самой реальственной женщиной Казахстана. И считают, возможно, преемницей отца. Мы продолжаем нашу программу. В Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Повестка саммита о расширении регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях. Стоит отметить, что Ташкентский саммит прошел не в полном составе. Не было президента Казахстана. Зато вместо Касымжо Марта Тукаева участвовал Нурсултан Назарбаев. Хотя географически глава Казахстана находился к Ташкенту ближе. В Бишкеке он участвовал в саммите ОДКБ. Еще одним интересным моментом слета президента стало присвоение Гурбангулы Берда Мухамедова звания почетного академика Академии наук Узбекистана. На церемонии вручения Шавкат Мерзиоев назвал это цитата «данью огромного уважения и признания неоценимых заслуг президента Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении отношений дружбы и взаимопонимания между братскими узбекским и туркменским народами». В соцсетях многие в шутку написали, что учитывая многочисленные книги, написанные Аркадагом о целебных травах, зеленом чае, лошадях и собаках, это звание действительно нашло своего героя. В воскресенье Казахстан отмечает праздник День первого президента. Чуть позже расскажем, как именно пройдут празднования, а пока мы хотим поделиться с вами видео из соцсетей. Мы связали с автором, и Александра Осипова рассказала, что эти кадры сняты в школе номер 26 Усть-Каменогорска на классном часу, посвященном Дню первого президента. Эмоции мы опустим. Далее видно, как ученики по очереди встают и рассказывают биографию дочери и внуков Нурсултана Назарбаева. В частности, о жизненных вехах спикера, сената парламента Дариги Назарбаевой, ее покойного мужа Рахата Алиева и даже внука Айсултана, который недавно был осужден в Лондоне за то, что покусал полицейского. Поддержка Казахстана, а также главный командующий вооруженными силами Республики Казахстан. Он родился на 24 апреля 1919 года. И имел право накрепиться на этом поступке жизненно. Она была замужем за ней покойным олигархом и политиком Рахата Алиева и воспитала с ним троих детей. Ее называют самой приятельной женщиной Казахстана и считали возможной приемницей отца. Муралия Расултан взял помидор дядя Назарбаева. Он родился в 26 апреля 1919 года. Он был в Симф-Каркетинской академии сухопутных войск в Санкт-Петербурге. Итак, Казахстан готовится к празднованию Дня Первого Президента. Правда, массовые гуляния и концерты власти почему-то особо не афишируют. Шелпана Разбекова подробнее о подготовке к празднику. День Первого Президента в Казахстане официально стали отмечать с 2012 года. И каждый год по стране проходят конференции, выставки и лекции, на которых рассказывают о неоценимом вкладе ельбасы в развитии страны. 2019-й не исключение. На официальном сайте администрации Нурсултана анонсируются практически такие же мероприятия. Обещают жителям юмористический концерт, балеты и даже цирковое шоу. А вот мэрия Алматы о праздниках, приуроченных ко Дню Назарбаева, не говорит ни слова. Хотя ранее в Южной столице на такие значимые даты традиционно организовывали концерты с участием звезд эстрады. Обычно здесь, на площади Астана, на праздники проводятся масштабные концерты. Здесь же одновременно устраивают ярмарки и выставки. А заканчивается это все красочным фейерверком. Но вот будут ли проводиться массовые гуляния здесь именно 1 декабря в городской администрации, нашему каналу сообщать не стали. Ну вот, как мы видим, пока концертная сцена здесь не установлена. Хотя буквально на днях здесь проходила репетиция флешмоба с участием студентов алматинских колледжей. Некоторые студенты поделились с журналистом Радио Азотых, что репетиции длились не один день. Молодежь тренировалась складывать из зонтиков слово ельбасы. Мы буквы собирали ко Дню Президента. Пять дней будем готовиться. Мы каждый день в разных местах. Один день в Алма-Арене, один день на площади. Еще с утра на Медею ездили. Нам сказали, что мы будем танцевать на 1 декабря. Просто ходили с зонтиками. Присутствовавшие здесь сотрудники управления образования между тем заверили. Это просто воспитательные работы. Мол, дети должны знать, что такое флешмоб. Студентов никто не заставлял. Вы же видите, все условия для них созданы. На автобусе привезли, на автобусах отвезем обратно. Мы их кормили, чаем напоили. Это будут соревнования по флешмобу среди колледжей. Они же должны не только теорию изучать, но и должны знать, что такое флешмоб. Я же говорю, вы увидели только часть. У нас разные темы. Это и День Первого Президента, и День Независимости. Мы также готовимся ко дню против СПИДа, наркомании. Стоит отметить, что особой праздничной атмосферы в этот день сами казахстанцы не чувствуют. А Дню Первого Президента рады разве что из-за лишнего выходного дня. Так как официальный праздник 1 декабря выпадает на воскресенье, то выходной день автоматически переносится на следующий понедельник. Нет, не буду. Почему? А потому что я пенсионер, мне все дни одинаковы. Ну это для меня не праздник, потому что... Да, я как гражданин Казахстана, я жду праздника. Мне кажется, благодаря нашему первому президенту, господину Назарбаеву, мы живем в мире. Самое интересное, что вы наткнулись не на классических казахстанцев. Да, не на граждан, но все равно Нарусултан Назарбаев, это имя, это легенда. Конечно, с огромным уважением будем отмечать. Зачем? За один день установил праздник. Разве так можно? Вот после смерти это должно было государство решить. Тем временем в интернете разворачивается другая акция против празднования Дня Первого Президента. Вот такие видеоролики записывают и публикуют некоторые. Мы будем отмечать День Первого Президента, потому что президент наш ненегативный. И он сам себя назначил. Это он уничтожал людей в Жануазене. Не выпускает из тюрьмы Мухтара Джакишева даже спустя 10 лет. Я не считаю его президентом. Первое декабря не должно быть праздником в честь Первого Президента. Другие через Фейсбук также предлагают бойкотировать этот день. Скоро День Первого Президента. Народ, вы не против отмены одного выходного дня в году? Переживем без него и его дня? Я – да. Для экономии бюджета и во избежание насаждения культа личности надо отменить праздник День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря. Я против празднования 1 декабря – Дня Первого Президента. А вы? Столичные чиновники анонсировали, ко Дню Первого Президента социально уязвимому населению будет оказана разовая помощь в размере 11 363 тенге. Это 29 долларов. Правда, не уточнили. Сумма рассчитана на одного человека или все же на всю семью. В Шелпану Рузбекова Павел Энгельгард и Ганнизато Спанов. Настоящее время Азия – Казахстан. Не президент Казахстана, однако Ельбасы по-прежнему остается главной политической фигурой в стране, возглавляет Совет Безопасности, правящую партию Нур-Атан. В общем, оказывает, как и прежде, огромное влияние на жизнь страны. Почему так происходит? Об этом мы поговорим с казахстанским политологом Димашем Альжановым. Димаш, добрый вечер. Как вы сами видели на саммите Центральной Азии своих государств? Привон Назарбаев. Почему? Как вы думаете? Я думаю, все прекрасно понимают, что Тукаев – достаточно временная промежуточная фигура. он не настолько амбициозен, не настолько самостоятельен, чтобы иметь твердую позицию и тем более ее перевести в определенное негодование. Это хороший пример того, где… Да, Димаш, ну все-таки, наверное, чисто из самолюбия какое-то должно оно взыграть. И вообще, зачем там Назарбаев-то в принципе нужен? Как вы думаете? У Назарбаева большое тщеславие. Это стало частью государственной политики. Если вы знаете, сегодня во всех школах все дети доставляют петь песни, рассказывают разные истории. И вторая сторона – это стало уже возможностью для его окружения и для людей со стороны других глав государств играть на его самолюбие. И поэтому неудивительно, что его одаривают регалиями. И это важная часть его политической карьеры, его имиджа. Поскольку у него достаточно противоречивое наследие, время правления Назарбаева оставляет большую неопределенность для будущего и большие проблемы для страны. И это попытка компенсировать все. Вадимаш, смотри, это время в стране изменилось. Какая разница между Назарбаевым президентом и Назарбаевым простым лидером нации? Вадимаш, смотри, это время в стране изменилось. Ведь режим персонализирован и замкнулся на нем. Поэтому больших изменений нет. Назарбаев не тот человек, который бы мог, имея даже право или силу подписи, находясь на посту президента, что-либо предпринять. Поэтому здесь нет никаких изменений. Есть отдельные тактические изменения, связанные с ростом протестных настроений и балансировкой режима в этом ключе. Я имею в виду последние более, скажем, менее радикальные действия в отношении протестующих небольших групп в Алмате. Димаш, вот вы говорите, что сейчас, в данное время, изменений никаких нет. А вообще подобное положение дел в ближайшие годы может хоть как-то измениться? Все ждут, пока эти изменения будут. Ведь если человек замкнул на всю систему, механизмы, через которые общество или даже элиты могли бы влиять на будущее, не работают. Не работают выборы, нет возможности иным способом присутствовать в политическом пространстве, создавать политические партии и влиять на процесс принятия решений. Все это сведено в неформальные отношения между Назарбаевым и элитами. И это создает большую неопределенность. Поэтому, естественно, с одной стороны, люди ждут, пока человек ослабнет и ситуация начнет меняться в стране. И, с другой стороны, возможно, уже готовиться к этому моменту. Димаш, вам большое спасибо за интервью. Я напомню, на прямой связи с нами из Алматы был политолог, гражданский активист Димаш Альжанов. Будем следить за развитием событий, как будет происходить все в Казахстане. Всего доброго, до свидания. Спасибо. В Нижней Палате Парламента Японии прошли практически занятия, на которых депутаты учились надевать складные защитные шлемы. Навык пригодится им в случае стихийного бедствия, рассказывает Сергей Берец. Учения по отработке действий в случае стихийного бедствия развеселили некоторых депутатов Японского Парламента. Во вторник законодатели тренировались надевать складные защитные шлемы. Береженого и бог бережет. Очевидно, именно эту старую истину имел в виду председатель Нижней Палаты Тадамори Осима, напутствует коллег. Если что-то произойдет во время пленарного заседания, пожалуйста, быстро наденьте шлемы и будьте готовы действовать спокойно. Я призываю вас быть на чеку, когда вы находитесь в здании парламента. Нынешние учения вторые с 2017 года, когда депутатов снабдили защитными комплектами. Они хранятся под креслами. Несмотря на подробные инструкции, по меньшей мере один парламентарий надел шлем задом наперед. Соседи помогли ему придать головному убору правильное положение. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. До встречи. Вооруженные силы не могли закрыть уши и не замечать крика о помощи, который исходит от египетского народа. Вы – стая зверей. Давайте. Новая концепция национальной безопасности Латвии. Противник номер один – Россия. Это связано с геополитической ситуацией и с тем, что у России конфликт с западными демократиями. НАТО и Россия вступили в новую гонку вооружений. Наша инфографика. Ситуация в мире кардинально изменилась в 2014 году после вторжения российской армии на территорию Украины и захвата Крыма. Победителя не будет.